Певец Дима Билан передал полиции полный список того, что похитили из его загородного дома в Новой Москве. Это 60 тысяч евро, 20 тысяч долларов и 200 тысяч рублей. Кроме того, украдены часы элитных брендов, золотой браслет и документы на квартиру и загородный дом. Общий материальный ущерб звезда оценила в 9 миллионов рублей. Также Билан признался, что возможно знает тех, кто его ограбил и описал стражам порядка приметы его предполагаемых амитчиков. Они, как считает следствие, проникли в звездную резиденцию около часа ночи, вынесли сейф и вырвали жесткий диск системы безопасности, чтобы их не опознали. Осталась лишь одна запись на ней. Машина неизвестных покидает место преступления. А что произошло-то вообще? Не в курсе. Ну машины какие там проходят? Дима Билана обокраивали, знаешь? Не знаю ничего. Ну как ничего? Там машина приезжает? Ну нет, нам нельзя говорить. Судя по уликам, преступники действовали быстро и уверенно, будто бы знали, что где лежит. Поэтому первой в список подозреваемых попала бригада стекольщиков. Трое рабочих, которые устанавливали в доме окна. Одного из них в тот же день задержали, но свою причастность к преступлению и сам мужчина, его руководство до последнего отрицали. А рабочие никаким образом не могут запричастливаться? Нет, 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 нет. Там говорят, охраняемый поселок, там 10 раз всю машину проверили, пока заехали. Вот вообще непонятно. В коттеджном поселке теперь усиливают меры безопасности. Хотят забор побольше, колючую проволоку поострее и охрану повнимательнее. С охраной уже работы проведены, были разъяснительны. Возможно, что будет перезаключение договора с иным ЧОПом. А так будет ставиться вопрос перед администрацией поселка о выселении мер охраны, о выделении финансирования на строительство заборов. Сам Дима Билан переживает. Его коллеги по сцене говорят, певец очень сильно разочаровался в людях. Пошли.